Всем привет! После каждого такого ролика с Хирмайором я хочу снимать упрощенную версию, чтобы вам было проще понимать, что происходит. Дело в том, что я заложник этой ситуации. Мне нужно вас ввести в курс дела, в юридическую часть, в Санта-Барбару внутри компании, и что было, что происходило, и что мы получили. Это все достаточно скучно, и я вынужден немножко это смазывать каким-то юмором, как-то препарировать и преподносить. Для интеллектуалов мы будем делать очень простую такую версию. Ставьте лайки, если вам нравится такая тема. Итак, в 2015 году я основываю компанию Bonafide ООО «Одежда дочеком». Дочеком, дочеком, дочек это я, да, это мой сайт. В 2018 году к нам приходит новый Гендир, это Антонов Никита Игоревич, и Виктория Печулевич из, ныне Киселева. Покупает их по себе, занимает деньги 3,4 миллиона рублей у родителей, и становится со мной соучредителем. Первый год он работает более-менее вменяемо, либо мне так казалось. Дальше наши отношения портятся, потому что не выполняет задач, и хронические проблемы в офисе, в компании, в цеху, в бухгалтерию не решаются. Здесь я пока что решил обозначить, что реальные все преступления начались с 2019 года зимой. Мы их еще не обсуждаем, и я о них еще не знаю. Итак, летом 2019 года у нас уже окончательно начинает портиться отношения, потому что Никита не выполняет мои задачи. Компания приходит в банкротное состояние, 35 миллионов рублей долгов. Я продаю квартиры, машины, все подряд, занимаю много денег. Цех захламляется, показатели падают. В общем, все становится плохо, я ему говорю, делай так, делай так, он этого не делает. И мои долги личные тоже сильно увеличатся перед моими там друзьями, родителями, родственниками. Нас не пускают в банальные территории, мы не можем ни оплатить нормальные зарплаты, ни аренду. И начинается проблема. Я Никите ставлю ультиматум, типа сделай и будет все хорошо, не сделаешь, ну давай расставаться. Но Никита решил не остановиться лучше и меняться, он решил отобрать у меня компанию. Он приводит юриста под видом корпоративного ИП Антон Мелешко. Я вначале думаю, молодец, Никита движется, что-то юриста привел, хорошее действие. Оказалось, это его какой-то знакомый, друг, не знаю, откуда он их взял. В общем, они начинают с лета интересоваться уставом. И сам Никита непосредственно начинает спрашивать у Виктории, что там у нас уставом, что как у нас происходит. Это подвертит бухгалтер Виктория. И они начинают себе продумывать, прокладывать дорожку на будущее. Как, что сделать, чтобы отмутить компанию. Вика не в теме, Вике говорят, что якобы это для того, чтобы подстраховаться, чтобы якобы их не кинули. Этого я тоже не знаю. Вот это все с юристом от меня прячется. Это внутри каких-то чатиков что-то происходит. Здесь, кстати, хочется отметить сразу, вот, в 2018 год возвращаемся. У Вики со Никитой хорошие отношения, потому что они вместе занимаются бухгалтерией, бюрократией, юридической составляющей. Вместе работают в кабинете. Я с ними не общаюсь, потому что я ненавижу все эти вещи. Я занимаюсь продуктом, дизайном, продажами. Ну, в общем, живой какой-то составляющий, креативный. Поэтому, впоследствии, Вика будет прикрывать вот это вот суставом, всю эту фигню. Потом Вика осознает свою ошибку, осознает, кто такой Антонов. И чуть позже мы узнаем, к чему это приведет. 29 октября заверено, что Никита Антонов от Мелешка Антона присылает Вике устав. Очень плохой устав, который мне крайне невыгоден, который позволяет со мной делать что угодно. Несмотря на то, что у меня 85% в компании. Но Вика как бы действовала по указке Никиты. И верю, что все дальше будет хорошо. Этого я всего не знаю. Это у них происходит какая-то внутренняя кухня. Вот, 12 ноября ультиматум проходит. Дела становятся в компании еще хуже, еще больше проблем, ничего не решается. Я Никите сообщаю по-хорошему. Мол, Никита, давай взрослеть, иди занимайся своим бизнесом, бери деньги. А я буду своим заниматься. Потому что я всегда избегал бюрократии, юридических тем, финансов, бухгалтерии. И я теперь буду все-таки учиться этому сам. И возьму это под свой контроль. И, кстати, это очень хорошо получилось. Я буквально за месяц-два все закрыл долги, еще выплатил Никите долю. В два раза уменьшил фонд, фонд оплаты труда. И в два раза увеличил оборотку и маржу кратно увеличил. Короче, феноменально хорошо пошли дела. Может быть, им потом это не понравилось, и они решили забрать компанию. Не знаю. И 18 ноября Мелешка присылает Вике уже хороший устав. И это было сделано для отведения глаз. Она должна его было распечатать по просьбе и Антонова, и Мелешка. Чтобы я якобы с ним ознакомился. И, типа, у меня не было никаких вопросов. Но я настолько идет, что я даже с ним не ознакомился. У меня нет. Я даже не знал, что такое устав на тот момент. Чтобы вы понимали, насколько все плохо. То есть они зря немножко круто, скажем так, осуществили свое преступление. Подстраховались. Она печатает, затем мы его с Никитой подписываем. Все, что я помню, все, что я знаю. Все, 19 ноября был совершен подлог устава. Что самое интересное, юрист говорит, чтобы она ни в коем случае его не подшивала. Это делается для того, чтобы можно было поменять титульник, где единственная стоит моя подпись, и поставить его к другому любому уставу, который они захотят. Этого я даже тоже не знаю. Это я узнаю потом где-то вот здесь. Короче, суть преступления в том, что они мне подкинули подложный устав. Я якобы с ним ознакомился. Поставил подпись. Дальше они не подшивают. Потому что, как юрист говорит, забирают титульник. Другой устав кладут. И просто идут регистрируют другой устав. Все. Дальше считается капитализация компании. Здесь совершается еще одно преступление для следующих серий. Ну, то есть он выходит. Я даю ему 15%. И жду, когда он выйдет. До сих пор он не вышел из компании, хотя деньги ему отдал. И совершает различные преступления. Вика понимает, что происходит что-то не так. Чувствует за собой определенную вину. Потому что она вот это все как бы с ним заваривала, да. И она понимает, что Антонов-то оказался не очень хорошим и непорядочным парнем. Она записывает с ним диалог. Делан чистосердечно. Признается во всех своих преступлениях. И более того, он хвастается, что какой он крутой. Он вообще все это мог бы так сделать, чтобы меня вытурить из компании. И оставить меня на улице с голой жопой. Мы дальше слушаем эти диалоги. И дальше еще происходит мой диалог с Никитой. Он не знает, что я знаю про этот диалог. Что, ну, что я его прям детально знаю. И я с ним общаюсь. И там он еще пытается что-то мазать. Мазать, что все было, ты все видел. Но он не знает, что я знаю про этот диалог. Дальше вы сейчас увидите все скрины. Послушайте диалоги. И мы заканчиваем данное видео, в принципе. И дальше мы с вами встречаемся. И будем рассматривать следующее преступление. О том, как он кинул мне на 20 миллионов рублей. К Виктории у меня нет никаких претензий на данный момент. Я прекрасно понимаю, что она находилась два года в информационном фоне Антонова Никиты. Который ссал все время в уши. Какой плохой Вадик. Как все плохо у него. Какой он молодец. И они действительно все время работали. А Вадик, я вообще в компании как некий такой тиран. Если Никита такой добрячок, знаете. То все сложные решения, увольнения, еще что-то. Кого-то заставить работать. Кому-то что-то переделать. Урезать зарплату поднять. Всю несправедливость. Короче, вершится моими руками. Но это нормальная практика. Предприниматель, топ-менеджер меня поймет. Все. Дальше мы оставляем биологию и слушаем. Только с этой точки зрения. Никак у меня нету желания там высиживать какие-то, знаешь, там тянуть свое киндирство, там не уходить. Ну да, просто еще в уставе, где же поменял устав, а там стоит теперь срок 10 лет. Как будто, ну, все это так, вот сейчас смотрю, как будто это все так выглядит, что ты что-то задумал. Вик, ну, я на тот момент, я страховался. Ты понимаешь, что устав, да, я поменял уставе 10 лет. В уставе, я тебе скажу так, я поменял устав так, что я могу в воде его вытянуть. Но как бы я не стал этого делать, это была исключительно страховка. Для меня это была своего рода страховка. Ну да, там, ну, честно скажу по глупости Вадима, потому что он не читает документы. Но как бы, ну или как бы, ну вот, никуда никому не показывался. То есть это вот было исключительно внутри, и то на тот момент до выхода. То есть это было сделано еще там до Нового года, да. Ну и как бы понимаю, что в этот момент тоже можно было при желании, там, все это, знаешь, там, все решения принять, все указы переписать, все вообще сделать и все. Поставить охрану и никого не пускать. Ну, у меня таких намерений, сейчас я тебе скажу, нет. Нет, это я поняла. Вот. То есть, как бы, мне вот, ну, вот так вот. Так что... Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Что... Да? Да. Вот. Ладно. Да, с своей стороны постараюсь тоже успокоить, что вот время потом тянется, потому что оформляются документы. Извините. Он подписал документы. Вот как бы все. Ну, я... Спасибо. Ну, не мы же с тобой документы подписывали. Правильно? Ну, как бы, ты можешь ему сказать, блин, я вообще этого не видел. Вот ты понимаешь, мне вот не присылали вообще, вот понимаешь, там. Никита пришел с напечатанной? Ну, что вот, я пришел. Ну, даже, да, предположим, я бы, вот, знаешь, там, не знаю, был бы вообще наглецом каким-то. И вот просто бы пришел бы и дал бы ему на подпись, вот там, что невероятно левое там, да. Вот и все. Хочешь, давай удалим его с переписки. Ну, понимаешь, ну, это никак не между нами с тобой. Вот эти вот, вот все, вот это вот. Я понимаю, ну... Я понимаю, что там конкретно мне-то личного ничего нету. Я за себя вообще никак в этом плане не переживаю. Я понимаю, но ты пойми, что... Просто фирма... Я проглядела, очень важный момент. Вот я за это переживаю. Ну, ты, блин, понимаешь, когда... Ну, не мы же с тобой документы подписывали. Правильно? Ну, как бы, ты можешь ему сказать, блин, я вообще этого не видел. Вот ты понимаешь, мне вот не присылали вообще, вот, понимаешь, там... Просто мне вообще, конечно, неприятно, что... Воспользуясь моим доверием, ты скидывал потом второй раз, я не стала его смотреть, отдала его, распечатала. Вик, тут нету никаких к тебе вообще что-то, думаешь, он на тебя что-то скажет? Да, мне просто неприятен тот факт, ну, что я его не стала... Я вот, ну, просто даже если бы вы поменялись местами, допустим, и вот он бы так по отношению к тебе сделал, я бы с ним вела бы тот же самый диалог, что, ну, некрасиво, точно так же... Некрасиво, вот, некрасиво, скажу честно, некрасиво, подло, но вот, ты понимаешь, ну, вот... И тут не исключительно не то, что я там поступил как-то, вот, там, что недоверие тебе, там, да, или воспользовался этим, нет, ни в коем случае. Ну, как бы, я этим не пользовался, и, ну, знаешь, это ты просто распечатывал. Ты можешь сказать, блин, я не читал, я вот просто распечатывал, всё. Можешь сказать, что ты не видел, ну, и, как бы, ну, какая разница, он это не видел. Я понимаю, что ты болеешь, что ты переживаешь, что там с этим разбираться, но... Я к тому, что это не наши с тобой отношения выскакивают. Я не хочу ругаться, выяснять отношения, что-то делать с тобой. Потому что мы с тобой всегда хорошо общались, я хорошо относился, до сих пор отношусь. Мне не надо этого просто. Ты скажешь, будут тебе вопросы, ты скажешь, что я вообще не видел этого документа. Вот и все. Если даже возникнет вопрос, когда он захочет полистать, найдет, почитает. Ты знаешь, Вик, я честно тебе скажу, у меня была возможность выгнать его из компании. Честно, я уже держал палец на кнопке. Просто вытурить его из компании и оставить его на улице. Я сделал все для того, чтобы это сделать. Я просто в шоке. За это будешь отдельно ответить, я этим займусь позже. Ты, в общем-то, я так скажу, отстраняешься от своих обязанностей на время проверки, которые я буду проводить. А кто меня отстраняет-то? Ты? А ты кто? Да, да, я генеральный директор. Ага, ты только вспомнил, что ли, об этом? А ты где был генеральный директор с ноября месяца? Так нет, я не работал. А где ты находился-то? Где ты работал? В общем-то, ладно, Вика. Где ты работал? У Андреева? Вика, я генеральный директор, ты подчиняешься моим приказам. Хорошо, принеси мне документ. Ты мне что скажешь, ты мне прикажешь выпрыгнуть в окно? Раз ты генеральный директор, я пошла и выпрыгнула, что ли? Вот, в общем, это первое, что ты сделал, я не упал. Я тебе, когда подпишу сказал, я тебе доверяю. Вот скажи, вот, если у нас плохие отношения, раз и стал бы я это делать? Она тебе верила, а до последнего она была с тобой, прикрывала тебе спину? А я что сделал? Ударил ей машину? Вадим, нахер мне это надо. Ты обманул. В чем обманул? Меня обманул. В чем? Подкинул мне документы левые усталы. Где я подкинул документы? Вадим, все было. Где было? Все можно было прочитать, полистать, в чем проблема. Это и есть 59-я статья, когда подкидывают. А, ладно. Типа, смотри, о, смотри, договор, да просто подпиши и пока. Так не бывает. Ну, так а что, я тебе говорю, документы все были, в чем проблема? Я не понимаю. А, то есть это нормально, да, по-твоему? Что нормально? Подкинуть мне левые документы дважды и типа, а, слушай, ты читал. Как он там это что, рассказывал? Да, у нас был с ними разговор, да, у нас был, но... Тем не менее, он инициировал вот этот подставной устал. Как он будет? В чате с кем? О, я вам придумал этот. Это нигде больше не фигурировал ни разу. Ну, где же... Ты понимаешь, у меня будет права выбросить там, ну, что-то я мог там это сделать, да, там, но я не стал этого делать. Ну, конечно, это опасно. Ну, опасно, причем опасно? Что, меня убьют, что ли? В этот момент... Ну, я что, знал, что там что-то... что меня там врагом ставят? Там все уплыло. Мне сказали, просто обновился. Ну, ты, типа, реально меня, типа, не догоняешь, да? Ну, ты, типа... Ну, ты, типа... Ну, ты, типа... Ну, ты, типа, не догоняйся? Ну, ты, типа... Продолжение следует...